МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа «Колейдоскоп». И сегодня, как обычно, в ближайшие 15 минут мы расскажем вам о самых ярких событиях, которые произошли в культурной жизни нашего города. Пожалуй, самым ожидаемым и самым ярким событием стал концерт группы «Би-2», который прошел в нашем городе 19 марта. О том, как это было, подробнее в своем репортаже расскажет Марина Комиссарова. Рок-команда «Би-2» не нуждается в особым представлении. Группа уже не одно десятилетие занимает умы и сердца поклонников в разных уголках страны и далеко за ее пределами. Частичку души в их музыке находят как любители исключительно рока, так и те, кто далек от протестной музыки. К нам в город музыканты приезжают уже не в первый раз, и каждый концерт собирает огромное количество людей. Этот раз не был исключением. Спасибо. Спасибо. Как вас много! Огромное спасибо, что приходите на наши концерты, потому что, благодаря вам, мы имеем такую возможность заниматься своим любимым делом. Спасибо вам. Позроцкрип И просто поверить Лопнет, как мыльный пузырь Стану страшный кошмар Вспыхнет к груди Но не согреет Концерт на два с половиной часа Представил публике главные хиты группы Из разных периодов творчества Прозвучали композиции с нового альбома Хипстер и забрали в армию Которым подпевали не меньше Чем ставшим уже легендарными Вечная, призрачная, встречная Зажигать, Полковник, Серебро Или мой рок-н-ролл Харизма вокалистов привела в восторг полный зал Но не меньше экстаз вызвали соло-флейтиста Кертарные соло и целый сет от барабанщика Даже спустя почти три часа Публика никак не хотела отпускать музыкантов Но попрощаться все же пришлось С нетерпением будем ждать следующего визита Там же в клубе Дип Днем ранее прошел финал регионального этапа Конкурса красоты российской красавицы 2016 О том, как проходило шоу И кто может считаться самой красивой девушкой Рязани Расскажем в следующем сюжете Соперничество заложено в нас самой природой Пожалуй, во все времена Женщины хотели признания Своей красоты и превосходства Собственно говоря, именно для удовлетворения этих желаний По всей видимости, еще в глубокой древности Были придуманы конкурсы красоты Со временем менялась их форма Менялись каноны женской привлекательности Но суть оставалась неизменна Среди многих участниц только одна Станет победительницей Этой весной у рязанских девушек Появилась возможность побороться за право Называться самой красивой Конкурс российской красавицы В нашем городе проходит впервые Хотя существует он довольно давно И уже успел войти в тройку Крупнейших конкурсов красоты России Его главное отличие от других подобных Более демократичные требования к участницам Мы сделали возраст больше девочек И параметр немножко посвободнее Не 60-90 То есть 90-90, извините Чтобы могли все красивые девушки Участвовать в этом конкурсе Ну, конечно, в определенных разумных пределах Вот, и в принципе сейчас держим это Может быть где-то уменьшаем, повышаем Но стараемся, чтобы это было более демократично В отличие от, когда четко ставят параметры Вот, когда у нас вот следующий час будет Новый проект топ-модель России Вот, там мы уже будем четкие параметры держать Потому что это будет конкурс моделей именно Вот, а я считаю, что русская красавица Ой, российская красавица Она может быть разной То есть, понимаете Потому что, да, русские женщины Наоборот славились своей, так сказать, статию, да То есть это не были какие-то худые модели Поучаствовать в конкурсе смогли девушки В возрасте от 16 до 25 лет Ростом не менее 172 сантиметров И, конечно же, приветствовались модельные параметры фигуры 90-60-90 Но допускались небольшие отхождения Пара тройка сантиметров Таких красавиц набралось 25 А в финал прошло всего лишь 23 участницы На протяжении долгого времени Мы наблюдали за их подготовкой И вот 18 марта настал решающий для них день Девчонки, конечно, сегодня очень сильно волнуются Но готовность, я бы сказала, 99,9 Номера отрепетированы Я думаю, они вот очень интересными Все дефиле выучены на зубок И сегодня могу пожелать им только удачи В клубе ДИП, где и проходил конкурс Собрались жители нашего города Желающие посмотреть на рязанских красавиц И стать свидетелями яркого шоу Помимо многочисленных дефиле Некоторые из участниц подготовили творческие номера Дабы доказать, они не только красивы, но и талантливы Но все же основное внимание зрителей и членов жюри Было приковано к внешности участниц, а не к их талантам Я считаю, что все-таки, если это конкурс красоты Если это не интеллектуальный конкурс или не творческий Хотя у нас все это входит при подготовке То все-таки, в первую очередь, отдается внешность Может быть, там 80% Это кто как трактует А, конечно, ну, как говорил один мой друг Все-таки должна быть внутри что-то Членами жюри по большей части были мужчины Ну, а кто еще сможет по-настоящему оценить женскую красоту Среди них был и директор нашей телекомпании Геннадий Евсюков Задача перед жюри стояла довольно сложная Ведь все девушки были красивы А выбрать среди них нужно было только одну И ей оказалась Анастасия Смольская На самом деле я этого не ожидала Но я очень счастлива Спасибо всем Титул вице-мисс получила Дина Васильева Ну, а остальные участницы стали обладательницами спецпризов От партнеров мероприятия В том числе и от нашей телекомпании Ну, а Ксения теперь представит наш город На финале конкурса «Российская красавица-2016» Который пройдет в апреле этого года в Москве Совсем недавно в нашем городе начала свою работу Выставка стендового моделизма И военно-исторической миниатюры «Забытое сражение» Ее посетители смогут совершить виртуальное путешествие Во времени и своими глазами увидеть Самые значимые события в мировой военной истории Танки, самолеты, вертолеты, корабли и даже поезда Если бы не их небольшие размеры, можно было бы принять за настоящие Настолько тонко проработаны мельчайшие детали Всероссийская выставка «Забытое сражение» Проходит в нашем городе уже восьмой год подряд Но каждый раз поражает посетителей своими масштабами И представленными экспонатами В этот раз модели военной и гражданской техники А также диорамы прибыли в наш город Более чем из 60 населенных пунктов России Ведь для тех, кто серьезно занимается моделизмом Это возможность показать, на что они способны Конечно, наибольшей популярностью среди моделистов Пользуется военная техника Как времен Великой Отечественной войны, так и современные Но для мастеров своего дела Собирать модели, предлагаемые производителями специальных наборов Довольно скучно Поэтому они изготавливают малоизвестные образцы Ну, например, какие-то опытные или экспериментальные модели Мы стоим рядом с моделью Вот это самолет О-2 Самолет, который строился очень в огромных количествах То есть тысячи, десятки тысяч экземпляров Это самолет, который был у нас учебным до Великой Отечественной войны А в Великой Отечественной войне он нашел самое разнообразное применение То есть от легкого бомбардировщика до самолета связи Самолета, с помощью которого доставляли какие-то легкие грузы в тыл То есть был поясним универсален Но вот этот самолет он отличается тем, что это была экспериментальная версия Какого-то конструктора с измененным хвостовым оперением То есть обычно у всех самолетов киль прямой И два маленьких таких крыла направляющих А здесь сделаны два косых таких киля Но он, видимо, строился, но в лучшем случае одним Там, может быть, нескольким экземпляром Я точно его историю не знаю Эту модель самолета можно найти и в стандартном наборе Но с обычным прямой килем Так что автору пришлось ее доработать Некоторые моделисты идут дальше и создают такие модели Которые невозможно найти в стандартных наборах Так, например, один рязанец изготавливает инженерные машины Как отечественные, так и зарубежные Естественно, инженерных машин никто особо в коммерческую продажу не выпускает Наборов, поскольку тема такая редкая, мало кого интересующая То он делает все по, скажем так, чертежам Иногда даже чертежи недоступны Если техника еще состоит на вооружении Где-нибудь там зарубежное Вот, он иногда руководствуется просто набором фотографий Которые ему удается найти Помимо отдельных моделей Представлены на выставке и так называемые диорамы Целые сюжетные сценки с огромным количеством деталей Темой для них становится событие прошлого и настоящего Здесь есть и представленные в довольно оригинальном виде авиационный полк Ночные ведьмы И сражения Великой Отечественной войны Есть даже диорамы, посвященные событиям в Украине и сирийскому конфликту Забытые сражения — это не просто выставка, а своеобразный конкурс По итогам которого будут выбраны лучшие работы в нескольких номинациях Случится это в день закрытия экспозиции 16 апреля Ну а до этого момента вы можете познакомиться с этими удивительными моделями Выставка работает на третьем этаже торгового центра «Десяточка» Здесь, в кафе «Старый парк» совсем недавно была открыта выставка работ воспитанников художественной студии «Калибри» Почему была выбрана именно такая площадка для этой выставки, мы узнаем с вами прямо сейчас Сегодня в стенах нашего давнего партнера кафе-клуба «Старый парк» Можно не только вкусно поесть, насладиться концертами, но и познакомиться с гороскопом друидов Картинами, сделанными из самых разнообразных природных материалов, техники мозаика, юными художниками из студии «Калибри» Так случилось, что заместитель директора этого кафе Галина Феоктистова, как-то раз заглянув в студию, увидела эти удивительные работы Мы кафе-клуб «Старый парк» и нам прямо сразу захотелось как-то украсить наш интерьер зала второго этажа Зала, где проходят всегда концерты Людмила Леонидовна с удовольствием согласилась тогда, когда закончится выставка в студии «Калибри» Дать нам на время эти работы Поэтому мы благодарим студию «Калибри» за то, что они нам предоставили эти работы Благодарим преподавателей за то, что они научили детей так творить из самых простых материалов вещи такие замечательные Ну и, конечно, благодарим детей за то, что они такие творческие и с такой фантазией сделали такие чудесные поделки Детские работы действительно отлично вписались в интерьер второго этажа Для художественной студии «Калибри» это уже не первый опыт подобного сотрудничества И удивительного в этом ничего нет Ведь вкусная трапеза и любование изобразительным искусством соседствовали друг с другом со времен античной Греции Оказывается, древние вазы, мы только любуемся изображением этой вазописи Оказывается, они носили еще очень утилитарный характер Без этих изображений пиро бы вообще не получилось Что изображали на вазах? Олимпийские игры и мифологию Потому что на пирах, кроме этих тем, затрагивать больше было нельзя никакие Нельзя было говорить ни о хороших, ни о плохих правителях Нельзя было говорить о детях, о женах В общем, ни о чем Только мифология и олимпийские игры И вот этому очень помогали изображения на вазописи То есть бралась картинка, и каждый из пирующих Ну, о чем-то ведал другим Организаторы надеются, что посетители кафе Старый парк Эти работы тоже натолкнут на определенные мысли, из которых зародится интересный разговор Например, о человеческих характерах и судьбах Раз уж перед глазами гороскоп друидов Или о воспитании детей, поскольку работы эти ими выполнены А может быть, будут затронуты и садоводческие темы В любом случае, не обратить на себя внимания эти картины не смогут Кстати, на протяжении всего апреля в Старом парке Планируется проведение самых разнообразных концертов Так что следите за афишей и приходите любоваться удивительными работами, сделанными руками детей Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok